здравствуйте друзья мне сегодня захотелось порассуждать с вами о гуманности или наоборот не о гуманности человека по отношению к природе ведь он берет из природы очень многое очевидная истина для меня то что человеку без природы не прожить кому-то из вас нравится одежда из искусственных тканей жилье построена не из натурального материала искусственная еда я могу продолжать этот список очень долго мне лично нет говорят что в мире уже существует первый кусок мяса сделаны людьми в лабораторных условиях создать его стоило огромных денег но если бы мне предложили его съесть даже бесплатно я бы это не согласилась сами животные будь то домашние или из дикой природы не придут и не отдадутся человеку на заклание на сегодняшний день у меня такая точка зрения 7 потов сойдет пока человек или вырастет в своем домашнем хозяйстве или на ферме скот или поймать животное на охоте в природе а чтобы изловить животное птицу или рыбу из природы в большинстве случаев никак не обойтись чтобы не подманить зверя или рыбу можно бесконечно спорить гуманно так поступать или нет но если иначе никак то что же делать не пользоваться дарами природы никогда и не при каких обстоятельствах и ни в каком виде с единственной целью чтобы отождествлять себя с глубоко гуманным человеком это какая-то крайность пограничная с глупостью тому же совсем не реалистично так я думаю человеку без природы никак не обойтись а как пользоваться природными дарами и чувствовать себя при этом гуманным вот в чем вопрос если думать о гуманности то в этом аспекте даже домашнее пчеловодство можно назвать негуманным да да ведь человек по сути отбирает для своих целей мед и другие продукты деятельности пчел у этих маленьких трудолюбивых существ которые остаются словно бы обманутые человеком сахарным сиропом в качестве замены помню у нас школе в кабинете биологии висел портрет мичурина и надпись на стене крупными буквами с его знаменитым высказыванием гласила мы не можем ждать милости от природы взять их наша задача сейчас мне кажется что есть некие агрессивные нотки в этом высказывании природа милостиво нам людям надо уповать на это надо благодарить бога за все что он создал надо беречь природу не брать больше чем нужно думать о сохранении баланса в природе ни в коем случае не вредить ей не вмешиваться в ее порядок вещей природа милостиво к нам она всегда даст нам все что нужно когда нужно и сколько нужно бог милостив природа милостиво всегда и даже вопреки всему плохому со стороны человека по отношению к ней что является более гуманным выращивать домашнюю скотину у себя в личном хозяйстве или на фермы для еды или все же охотиться в этой связи хочу вспомнить друзья комедию все любят реймонда в котором в которой один из сюжетов как раз был на тему о том как по-разному человек относится к природным и домашним животным в данном случае птицы дело было так две семьи собрались вместе чтобы отпраздновать день индейки семья реймонда была не так религиозно как семья родственников хозяйка дома хлопочет на кухне над блюдом из индейки а все остальные ждут начала праздничного застолья в гостиной и вдруг некая птица ударяется со всей силы а входную стеклянную дверь и после этого жизни и висит на волоске всем присутствующим очень жаль смертельно раненую птицу хозяйка прослышав о случившемся выходит в гостиную забирает птицу к себе в кухню и говорит что она позаботиться о ней напряжение спала но ненадолго вскоре выяснилось что хозяйка свернула шею бедолаги птички чтобы она не мучилась после этого больше всего возмутилась вся семья реймонда которая как я уже упомянула была скорее светской чем религиозной более религиозная семья родственников отнеслась кончине птицы спокойно на этой почве между семьями разразился скандал одни кричали как это можно это негуманно больше всех возмущался отец реймонда другая сторона им парировала в этом ничего такого нет птица прекратила свои страдания она бы все равно не выжила вот и все на фоне перепалки между родственниками прозвучал призыв хозяйки дома пройти всех к столу и вкусить приготовленную праздничную индейку все дружно пошли к столу сразу забыв и аптечки и о скандале вокруг ее кончины отец реймонда только только что страз страстно возмущавшийся негуманным с его точки зрения поступком хозяйки дома громогласно провозгласил ей свою просьбу мне пожалуйста ногу авторы фильма хотели сказать что всем почему-то было жаль раненого стекло птичку но никому из героев фильма даже в голову не пришло подумать что индейка то собственно говоря это тоже птица все системы гуманности по отношению к природе хочу рассказать вам друзья что меня приятно удивило здесь по поводу спортивных состязаний рыбаков в моих краях время от времени у нас проводятся турниры для рыбаков озеро наши довольно больших размеров и изобилуют всевозможной рыбой особенно в почете у рыбаков такая рыба как окунь в нашем местном журнале для охотников и рыболовов которые лежат в магазинах бесплатно то и дело напоминают читателям что наше озеро это озеро номер один стране в сша по ловле окуня я не исключаю такой возможности что это выдумка для привлечения рыбаков и подобные вещи вероятнее всего пишется в любом другом журнале для охотников и рыболовов в любой другой местности не я не муж никогда не участвовали в турнирах для рыбаков но они проводятся в непосредственной близости от того места где мы живем и вот в результате такого соседства вот что интересное мне удалось выяснить о проведении таких спортивных соревнований рыбаков все желающие по состязаться спортсмены рыбаки собираются на такие турниры как водится отовсюду самый маленький приз бывает обычно около трех тысяч долларов а большие призы бывают от 10 тысяч до 30 тысяч долларов разные соревнования разные призы по условиям участники соревнования выловленную рыбу которая будет приниматься судьями к рассмотрению а отправляется немедленно после поимки в контейнер с водой находящийся в их лодке в этой емкости с водой обязательно должна быть аэрация что чтобы рыбы не чувствовали какого-либо дискомфорта помимо этого участники соревнования воду с пойманными ими рыбами добавляют таблетку которая случае чего защитит пойманных рыб от болезни которую рыбак мог перед передать рыбе когда касался ее руками крючки для рыбной ловли используются только такие которые рассчитаны и сделаны так чтобы при снятии из крючка рыба ни в коем случае не была ранена после окончания соревнования вся рыба пойманная спортсменами как правило отпускается назад в озеро на сегодня по поводу гуманного отношения к природе у меня все приглашаю друзья к беседе на эту тему если у вас есть что сказать на заданную тему пожалуйста встречаемся в комментариях я буду очень очень рада вам желаю всего самого доброго до новой встречи до свидания